Всем привет! Сегодня мы поговорим о пользе и вреде смеси куркумы и мёда. В видео также сможете узнать о рецептах приготовления смеси, специальном методе употребления и о важных противопоказаниях. Поэтому прошу досмотреть ролик до конца. Ещё хочу упомянуть, что наш канал без подписки смотрит целых 73% зрителей. Прошу тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, ценить работу команды «Подписаться» и нажать на колокольчик. Сделайте так, чтобы кнопка «Подписаться» превратилась в «Вы подписаны». Заранее спасибо и приятного просмотра. Куркума – это многолетняя трава высотой 90 см, которая имеет жёлтый корень и овальные листья. В современном мире она активно используется в качестве приправы, красителя и оздоровительного растения. Мёд – это цветочный нектар, переработанный пчёлами и другими родственными насекомыми. Он заменяет сахар, обладает широким спектром полезных свойств и с древних времён эффективно в области оздоровления. В комбинации куркума и мёд являются мощным антибиотиком. В составе этих продуктов содержатся противовирусные и антибиотические вещества, укрепляющие иммунную систему и способствующие борьбе с вирусными заболеваниями. Польза смеси куркумы и мёда. Мёд и куркума – это ингредиенты, которые способны заменить медикаментозные антибиотики. Они хорошо подходят для борьбы с вирусами, бактериями, наносящими вред человеческому организму. В комбинации они являются мощным и эффективным средством против простуды. Мёд с куркумой устраняет проблемы с работой желудочно-кишечного тракта, нормализует пищеварительные процессы и тонизирует пищеварительную систему. Кроме того, смесь способствует ускорению регенерации незначительных порезов, ран и сухожильно-мышечных вывихов. Куркума обладает более чем 150 лечебными и полезными свойствами, в особенности противовоспалительными, антиоксидантными и антибактериальными. Большая часть полезных качеств обусловлена содержанием в ней такого вещества, как куркумин. Это активный компонент, регулирующий воспалительные процессы в организме и разрушающий повреждённые молекулы. Куркумин эффективно борется с бактериями, которые вызывают болезни пищеварительного тракта и желудочно-кишечные язвы. Также он помогает выживать поражённым клеткам при сильном воспалении и очищает организм от вредных соединений. Эти ингредиенты помогают устранить проблемы с печенью, справиться с неврологическими и аутоиммунными расстройствами и заболеваниями дыхательных путей. Они помогают формировать полезную микрофлору в кишечнике, что в свою очередь обеспечивает его полноценную работу. В их смеси содержится соединение турмираном, которое может выступать в качестве средства профилактики против болезни Альцгеймера. Смесь усиливает активность головного мозга, восстанавливает его повреждённые клетки и препятствует скоплению бета-амилоидных бляшек, вызывающих данное заболевание. Смеси мёда и куркумы присущи сильные противовоспалительные и антиоксидантные свойства, поэтому её часто используют в качестве профилактического средства онкозаболевания желудочно-кишечного тракта, толстые кишки, печени, органов дыхательных путей. Эти ингредиенты способствуют устранению лишних жировых отложений, снижению уровня сахара в крови. Комбинации они помогают избавиться от запоров. Ключевые полезные свойства – куркумы и мёда. Снимают воспалительные процессы, ускоряют обменные процессы в организме, укрепляют иммунную систему, очищают стенки сосудов, устраняют скопление солей, замедляют процессы старения организма, тонизируют, улучшают кровообращение в тканях, купируют инфекционные процессы, обладают бактерицидным и противовирусным эффектом, снижают уровень вредного холестерина в крови, оказывают защитное воздействие на суставы, способствуют восстановлению подвижности сустава, очищают организм от вредных веществ. Применение смеси мёда и куркумы при определённых заболеваниях Благодаря широкому спектру полезных свойств, смесь мёда и куркумы успешно применяется в области оздоровления уже не одно тысячелетие. Рецепты с этими ингредиентами помогают справиться со многими недугами. От простуды и гриппа. Подготовить по пол чайной ложки куркумы и мёда и 30 мл тёплого молока. В молоко добавьте мёд и куркуму, после тщательно перемешайте до образования однородной массы. Средство принимайте три раза в день до полного выздоровления. При печёночных недугах. Для начала нужно приготовить лечебную пасту из куркумы. В ёмкость налейте стакан дистиллированной воды, закипятите. Добавьте 2 столовые ложки куркумы, продолжите кипятить на протяжении 10 минут. Далее нужно подготовить стакан тёплого молока, к нему добавить чайную ложку пасты из куркумы и мёда. Полученное средство следует пить с утра натощак. Ещё один рецепт. Для очищения печени от лишних загрязнений и восстановления её клеток применяют чай из куркумы и мёда. Подготовьте 1 чайную ложку свежего молотого имбиря, а также по чайной ложке корицы, куркумы, мёда и четверть стакана кокосового молока. Все ингредиенты, кроме молока, необходимо добавить в кипящую воду, всыпать щепотку чёрного перца и сразу снять с огня. Далее чай должен настояться и остынуть. Употреблять напиток можно, когда он достигнет комнатной температуры. Чай следует принимать для очищения и лечения печени и организма в целом по 2 раза в день в любое время суток. Курс терапии – 12 дней. При гастрите. Подготовьте 5 граммов куркумы, 1 чайную ложку мёда и измельчённую таблетку активированного угля. Ингредиенты размешайте до образования однородной массы. Средства следует употреблять по 1 столовой ложке перед отходом ко сну. При анемии – дефиците железа. Подготовьте по пол чайной ложки куркумы и мёда, смешайте их до образования однородной массы. Средства следует принимать натощак за полчаса до завтрака, после – запить водой. При повышенном артериальном давлении. Рецепт первый. Подготовьте чайную ложку куркумы, 10-15 мл мёда, 1,5 г кунжута, 2 г семян льна и 1 столовую ложку мака. Все компоненты взбейте в блендере, чтобы получилась однородная масса. Из полученной смеси слепите несколько шариков. Их надо употреблять на протяжении суток, запивая достаточным количеством воды. На ранних этапах развития гипертонии нужно съедать не более одного шарика в день. Рецепт второй. Если повышенное артериальное давление вызвано избыточным весом, то сахар следует полностью исключить из рациона питания. Его можно заменить пряным мёдом. Для приготовления лечебного средства необходимо смешать столовую ложку куркумы и 50 г мёда. Его нужно принимать по 2-3 чайные ложки в день. При болях в суставах. В борьбе с больными суставами отлично помогают компрессы из смеси куркумы и мёда. Причём эффект можно наблюдать уже после первой процедуры. Подготовьте 1 чайную ложку куркумы и 2 столовые ложки мёда. К смеси можно добавить пол чайной ложки измельчённого имбиря. Полученную массу следует прикладывать к больному суставу и закреплять при помощи бинта. Компресс нужно держать 2 часа 1 раз в сутки. Курс лечения 2 недели. Для усиления лечебного прогревающего эффекта рекомендуется дополнительно укутать больную область шерстяным шарфом. Ещё один рецепт на основе чеснока способствует активизации кровообращения в области поражённого сустава и хорошо его прогревает. Подготовьте 1 столовую ложку пасты из куркумы, столовую ложку мёда и 3 крупных зубчика чеснока. Предварительно их нужно размять и измельчить. Все ингредиенты тщательно перемешайте до однородной массы, добавьте чайную ложку измельчённого имбиря. Средство следует наносить на больной сустав на ночь ежедневно. Курс лечения 3 недели. Третий рецепт. Подготовьте 2 столовые ложки куркумы, 4 ложки чёрного листового чая, пол чайной ложки имбиря и столовую ложку мёда. К ингредиентам добавьте небольшую щепотку корицы и перемешайте до образования однородной массы. Далее к ним влейте пол-литра свежего кефира. Приготовленную порцию следует употреблять за один приём. Пить средство можно только один раз в сутки, утром или вечером. Курс лечения 2 недели. Для повышения гемоглобина. Чтобы повысить уровень гемоглобина в крови, необходимо принимать утром натощак за 20 минут до еды по пол чайной ложки куркумы и мёда. Для укрепления иммунной системы. Подготовьте 2 чайные ложки куркумы, столовую ложку свежевыжатого лимонного сока, полторы столовые ложки молотого имбиря, чайную ложку мёда и 1 литр воды. Воду закипятите, дайте ей немного остыть, примерно до 60 градусов, после залейте ею все ингредиенты. Средство должно настояться в течение 10 минут. Употребляйте его, как обычный чай. Вред и противопоказания смеси мёда и куркумы. Как и любой натуральный продукт, куркума и пчелиный мёд могут вызывать аллергическую реакцию. Следует с осторожностью употреблять эту смесь, если наблюдается негативная реакция организма на специи. Также ограничить употребление ингредиентов следует при наличии следующих заболеваний. Гемофилия, сахарный диабет с риском резкого падения сахара, острая форма гепатита, холецистита, панкреатита, гастрита и хронического гастрита с пониженной секрецией соляной кислоты, язвенная болезнь, проблемы с мочеиспускательной системой, желчнокаменная болезнь, индивидуальная непереносимость. Кроме того, смесь куркумы и мёда не рекомендуется беременным и детям младше 2 лет, так как она разжижает кровь. Пациентам, которые принимают лекарства для разжижения крови и антидиабетические препараты, тоже следует ограничить использование этого средства. Кроме того, не стоит злоупотреблять смесью, так как это может привести к развитию диареи. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Ещё буду благодарна, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал «Человеческий организм». До новых встреч!